Здравствуйте! С вами канал Вкусный Огород Барнаул. В этом сезоне выращивал через рассаду довольно много различных многолетников, цветов, декоративных и лекарственных растений. Однако некоторое количество сеял сразу семенами в грунт на грядочку в начале мая. И вот сейчас подошла пора их рассаживать. Вот на этой небольшой грядочке выращиваю алтей, гайлардию, гвоздику, кориопсис, коровяк, ленок и овсяницу. Вот так в конце июня, например, разросся алтей. Он довольно мощный, да и другие растения достаточно подросли, поэтому пора их высаживать на постоянное место. Стараюсь сделать это пораньше, чтобы они успели акклиматизироваться и хорошо потом перезимовали уже на новом месте. Алтея всего один рядочек, этого будет вполне достаточно. Коротко покажу и остальные растения. Вот это рядочек гайлардии. Очень интересный цветок. Ну, конечно, гайлардия не такая мощная, как алтея, но все-таки выглядит вполне крепко. И можно ее высаживать на постоянное местечко. Следующий рядочек на этой грядке это гвоздика. Гвоздика тоже выглядит вполне бодро и тоже будет высажена на постоянное место. Все эти растения были посеяны семенами вот на эту грядку. Повторюсь, в начале мая. А вот это кориопсис. Кориопсис, к сожалению, взошел не очень хорошо. Было его вообще два сорта. Вот один сорт совсем не взошел. Ну, а второй, ну, более или менее выглядит нормально. Во всяком случае, вот этих растений хватит, чтобы их рассадить по участку и образовать кустики. Ну, а в дальнейшем посмотрим, как он будет переносить наши зимы, как будет смотреться. И кориопсис довольно легко будет и размножить. А вот это небольшое количество очень интересного растения коровяк. К сожалению, семена коровяка мелкие. Сходили они тяжело, но тем не менее, вот столько растений получилось. Надеюсь разделить все это на две части. И два кустика коровяка буду формировать. Коровяк выглядит не так мощно, как, например, алты и другие выращиваемые на этой грядке культуры. Но он очень быстро идет в рост. И, надеюсь, дальше покажет себя с самой лучшей стороны. А вот это рядочек многолетнего льна. Ленок его еще называют. Он растет очень хорошо. Его можно без особых проблем рассадить. И, надеюсь, на новом месте он будет радовать своими красивыми цветками. Ленок и взошел хорошо. И растет хорошо. Надеюсь, и пересадку перенесет тоже с большим успехом. А вот это с уверенностью сказать не могу. Но, похоже, только-только начинает всходить овсяница. Очень долго семена не всходили. И, похоже, вот как раз это первые всходы. Пересаживать ее, конечно, еще рано. Оставлю на этой грядочке. Сходила вот овсяница, ну, я не знаю, без малого два месяца. Ну, а пересадку всех растений делаю чрезвычайно простым, но достаточно эффективным способом. Может быть, не очень это рационально. Но, тем не менее, результат получается неплохой. Двумя лопатками зацепляю сразу несколько растений с довольно большим комом грунта. Это делается для того, чтобы корешки не были повреждены. И на новом месте растения чувствовали себя очень хорошо. И совсем не болели. Вот, например, рассаживаю гайлардию. Стараюсь максимально сохранить корешки. И вот таким образом вот эти несколько растений переношу на постоянное место. Затем в подготовленные ямки все эти растения, не разрушая комок грунта, опускаю. Можно, конечно, высаживать и другими способами. Но я делаю так, потому что приживаемость при таком способе практически стопроцентная. Но действительно, корешки совершенно не повреждаются. И растения даже особо не замечают пересадки. И поскольку с аккуратностью у меня частенько бывают проблемы, вот такой способ позволяет подстраховаться от различных возможных повреждений корешков. Поэтому я предпочитаю высаживать именно вот таким. Ну, может быть, несколько нерациональным способом, но зато надежным. То есть, все растения пересаживаю с большим комом грунта. Высаживаю в сухую землю. Так просто удобнее делать. Ну, а полив будет сделан позже. Вот это высажен ленок. Но зато после высадки, полив, делаю очень обильный. Земля, ну, несмотря на то, что были недавно дожди, не такая уж и влажная. Поэтому поливаю достаточно обильно. Вот видно, лунку наполняю практически полностью. Ленок рассадил сразу в несколько лунок. Пока, конечно, постоянное место для этих растений еще не выбрано. Посмотрю, как они будут цвести, как будут расти. И впоследствии пересадить уже укоренившееся растение, опять же, с комом грунта, будет намного проще. Главное, чтобы они прижились, акклиматизировались и пережили зиму. Такая пересадка довольно проста. И все растения приживаются, как правило, неплохо. Ну, и, конечно, после высадки растений обязательно делаю пометочку в специальной тетрадке. Вот, несмотря на то, что тут все это выглядит не очень презентабельно. Однако, разобраться можно. И это дает возможность контролировать, где какое растение посажено. Потому что их довольно большое количество. Ну, и поскольку с грядки, после того, как растение рассажено, было взято довольно большое количество грунта. Высаживал-то с комками грунта и с немаленькими. Есть у меня место на участке, где грунт можно взять безо всяких проблем. Напротив, здесь я выкапываю ямку. Это у меня определенное место под болото. Это когда идет ливень или еще какие-то проблемы. То есть, система дренажа работает так, что лишняя влага ручейками стекает вот это вот озерцо, болото или нечто подобное. Наполняю тачку грунтом и перевожу ее к месту, где росли вот эти вот все растения. Весь этот грунт вываливаю на грядку. Ну, а затем разравниваю грабельками. Тут попадаются и сорняки, но частично их можно выбрать руками. Ну, а частично, я думаю, они сами засохнут, но которые останутся, очень легко будет потом протяпать. Особо грунт от этих вот сорняков не очищают. А это место очень пригодится для разрастающихся арбузов. Рядом растут арбузы. И задумано так, что плеть и арбузов имели возможность вот сюда спокойно разрастаться. И надеюсь, арбузам будет дополнительное место очень даже впору. Все, высадка многолетника закончена. Осталось вот с краешку овсяница, поставлена метка. Ну, как окрепнет, тоже найду я местечко. Ну, и в конце пожелаю всем огородникам тоже выращивать побольше вот таких, может быть, не основных растений. Но зато это очень интересно. И иметь лекарственные растения и цветы на участке, думаю, не лишнее. Пожелаю всем хороших урожаев, всего самого доброго. До свидания.